Во время ожидания малыша будущие мамы нередко жалуются на чувство неполного вдоха, нехватку воздуха, учащенное дыхание. Все это не что иное, как признаки одышки при беременности. Почему возникает одышка при беременности и можно ли что-то сделать, чтобы дышать стало легче? Одышка это нарушение частоты и глубины дыхания, сопровождающиеся чувством нехватки воздуха. В норме женщина делает около 16-18 дыхательных движений в минуту, при одышке приходится дышать чаще, и будущая мама совершает более 18 вдохов за это же время. Возникать она может в силу самых разных причин, однако при беременности одышка чаще всего не связана с каким-либо заболеванием. Она появляется из-за перестроек дыхательной системы в процессе ожидания малыша и уменьшается обычно за 2-4 недели до родов. Происходит это потому, что головка малыша опускается в малый таз, живот женщины смещается ниже, давление на диафрагму, мышцу, разделяющую грудную и брюшную полости, уменьшается, и дышать будущей маме становится легче. В верхних отделах дыхательной системы полость носа, трахея, бронхи происходят изменения в слизистой. Она становится отечно, легко травмируемой, и ее клетки выделяют много слизи. Все это является следствием повышенного выделения гормонов эстрогенов. В результате часто возникает заложенность носа и нарушается дыхание. Изменения конфигурации грудной клетки и расположения диафрагмы во время ожидания малыша начинают происходить рано и становятся более выраженными по мере увеличения срока беременности. Растущая матка давит на диафрагму, она в свою очередь поднимается вверх, давя на нижние отделы легких, а организм реагирует на такие стесняющие обстоятельства изменением дыхания. При этом оно становится поверхностным и учащенным. Оказывает влияние на чистоту и глубину дыхания и гормон прогестерон, усиленно вырабатывающийся в организме беременной женщины. Увеличение его уровня вызывает активацию дыхательного центра в головном мозге, который дает команду, что дышать надо чаще. В результате поверхностного и частого дыхания в организм начинает поступать больше кислорода. Будущая мама постоянно находится в состоянии гипервентиляции легких, а количество углекислого газа напротив снижается. Много кислорода кажется, что это хорошо, но тут появляется проблема. В такой ситуации кровь насыщена кислородом и менее охотно отдает ее тканям. В результате органы, в том числе и мозг, недополучают кислород и у будущих мам могут возникать головные боли, головокружение, чувство страха, беспокойство, зевота, сонливость, повышенная утомляемость, дискомфорт в области сердца, даже тошнота и боли в животе. Увеличение количества эстрогенов и прогестерона во время беременности способствует повышению чувствительности адренорецепторов, которые находятся в основном в сердце и сосудах. Это вызывает увеличение частоты сердечных сокращений. Соответственно, чем больше крови проходит через сердце, тем больше требуется ей кислорода и будущая мама начинает дышать чаще. На учащение дыхания при беременности влияет также увеличение объема циркулирующей крови у беременной женщины, ведь появляется дополнительный третий круг кровообращения между ней и малышом. Происходит это уже с первого триместра беременности, теперь нагрузка на сердце увеличивается, ему приходится перекачивать большее количество крови и сокращается оно чаще, а дыхательная система реагирует на такие перемены увеличением частоты дыхания. При физической нагрузке у будущих мам появление одышки связано также с усилением обмена кислорода. Особенно много требуется кислорода мышцам во время их работы, что объясняется ускоренными окислительно-восстановительными процессами в тканях. Все процессы перестройки дыхательной и сердечно-сосудистой систем, в том числе и повышенная вентиляция легких, призваны обеспечить эффективную доставку кислорода к малышу. Поэтому периодически возникающая одышка не является болезнью и лечения как такового не требует. А после родов организм будущей мамы самостоятельно вернется к своему прежнему состоянию и трудности с дыханием пройдут сами по себе. Однако как чрезмерная гипервентиляция легких, так и недостаточная могут привести к нарушению, снижению кровотока в плаценте и нарушению течения беременности и развития малыша. Таким образом, хотя одышка во время ожидания малыша, как правило, не связана с какой-либо болезнью, но обо всех жалобах в этот период необходимо сообщать вашему акушеру-гинекологу. Будущей маме следует отказаться от кофеина в любом виде, так как он может провоцировать появление одышки за счет влияния на сердечно-сосудистую систему. Дело в том, что кофеин возбуждает активность особых адренорецепторов, усиливающих сокращение сердца, увеличивает артериальное давление, возбуждает в центральную нервную систему, отчего организм нуждается в большем количестве кислорода. К продуктам, содержащим высокое количество кофеина, относятся кофе, черный и зеленый чай, какао, шоколад, кока-кола. Кроме того, бывают случаи, когда откладывать визит к доктору не стоит и нужно срочно обратиться за консультацией. Сделать это необходимо, если одышка у беременной беспокоит ее постоянно или появляется в покое, сопровождается обмороками, повышением температуры, кашлем, болями, перебоями в работе сердца, а также если синеют губы и кожа. Эти признаки могут быть проявлением какого-либо заболевания сердца, легких или анемии. Тогда будущей маме врач назначит необходимое лечение, направленное на устранение этих проблем. Если дискомфорт при дыхании связан с заложенностью носа, то помочь себе можно, например, хорошо проветрив комнату перед сном или открыв окно, обеспечив приток свежего воздуха. Важно постараться переключить внимание на что-либо другое, например, полистать журнал, поднять подушку повыше, не лежать долго на одном боку, чтобы не усиливать приток крови к той или иной стороне, что способствует отеку слизистой носа и затруднению дыхания. Сосудосуживающими каплями пользоваться нежелательно, так как они содержат лекарственное вещество, которое может всасываться в кровоток и отрицательно повлиять на растущего малыша. Но если заложенность носа становится совсем невыносимой, каплями можно все же изредка пользоваться, отдавая предпочтение детским, так как в них содержится меньшая концентрация действующего вещества. Чтобы облегчить состояние при одышке, желательно принять такое положение, которое ослабит давление на диафрагму, например, сесть, встать на четвереньки или лечь на бок. Если будущая мама лежит на спине, то сдавление нижней полой вены, увеличенной маткой, также может сопровождаться усилением одышки, головокружением и даже обмороком. Чтобы предупредить такие неприятные последствия, не рекомендуется лежать на спине, особенно во второй половине беременности. Спать желательно на боку или с высоко приподнятым головным концом. Не следует носить тесную одежду, особенно с поясом или туго застегивающейся на груди. Физическую нагрузку следует выполнять в таком темпе, чтобы она не вызывала появление одышки. Но если она все же возникла, то чтобы восстановить дыхание, необходимо расслабиться, устроиться поудобнее и положить левую руку на грудь, а правую на живот. На раз-два-три вдохнуть, на четыре выдохнуть. При этом плечи и шея должны быть максимально расслаблены. Помочь может также подъем рук над головой с выполнением нескольких глубоких вдохов и выдохов. Мнение о том, что беременным нельзя поднимать руки вверх – это миф. Уменьшить одышку при беременности поможет зарядка для легких, например, пения. Поэтому будущие мамы могут смело петь свои любимые песни и дышать станет легче. Чтобы не провоцировать появление одышки, желательно не переедать, особенно перед сном. Прием большого количества пищи приводит к переполнению желудка, сдавливанию и поднятию диафрагмы, что и вызывает одышку. В период ожидания малыша, чтобы не провоцировать одышку, необходимо оградить себя от пассивного курения. Никотин и оксид углерода, содержащиеся в табачном дыме, попадая в кровь, нарушают доставка кислороду к тканям и органам мамы и малыша, вызывают спазм кровеносных сосудов. На это организм отвечает повышением давления и увеличением частоты сердечных сокращений, что затем вызывает учащение дыхания и одышку. Расслабиться и восстановить дыхание при беременности поможет использование эфирного масла мелисы, например, в аромалампе. Также можно выпить травяной чай на основе пустырника или валерьяны. Необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы для беременных, содержащие железо. Также необходимо кушать достаточное количество мясных продуктов, богатых железом, чтобы предотвратить развитие аниме беременных, которые способствуют появлению одышки. Ведь при недостаточном уровне эритроцитов снижается и количество гемоглобина, доставляющего кислород тканям, поэтому мозг дает сигнал дыхательному центру чаще посылать импульсы к легким и, соответственно, частота дыхательных движений увеличивается. Не следует забывать о легких физических нагрузках и прогулках. Кроме дополнительного обеспечения организма мамы и малыша кислородом, тренироваться будет и дыхательная система. Правильно контролировать дыхание, научиться расслабляться и успокаиваться будущим мамам хорошо помогает йога для беременных. Кроме того, занимаясь йогой, в последующем легче перенести роды и пользоваться дыхательными техниками для облегчения болевых ощущений во время схваток и поток. В ожидании малыша маме следует избегать стрессовых ситуаций, которые приводят к повышенному выбросу адреналина и учащению как дыхания, так и сердечных сокращений. Снять напряжение и нормализовать дыхание при беременности хорошо помогает расслабляющий массаж головы, шеи и плеч. Его можно сделать самой, а лучше привлечь к этому занятию, например, мужа. Так расслабление получится более полноценным. Это могут быть легкие поглаживающие движения по направлению сверху вниз, по ходу тока крови в сосудах. Подойдут и легкие круговые движения, как будто рисуем спираль на коже. Желательно делать массаж от центра головы к периферии. Если все эти меры не помогают и одышка при беременности продолжает вас беспокоить, стоит проконсультироваться с врачом, наблюдающим вашу беременность. Он разберется в причинах этого состояния, подскажет, как его облегчить и при необходимости назначит вам соответствующее лечение.